МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Наша телевизионная кафе «Вечерний Витебск» открыта. И сегодня с вами будем мы, Иван Павиченко и Наталья Кузнецова. Всем добрый вечер. Уважаемые телезрители, вы, наверное, заметили, что все, что появляется в нашей студии, появляется совершенно не случайно. И вот этот удивительный цветок очень тонкой работы я принесла специально, чтобы вкрасить нашу студию и наш стол. Я бы сказал, что это не совсем даже украшение, наверное, интерьера. Я бы, скорее, назвал это кондитерским шедевром. Да, этот цветок действительно съедобен, он очень вкусный. И, наверное, немногие знают, что вот такие чудеса, удивительные вещи творят и создают учащиеся Витебского государственного политехнического профессионального лицея. А не только булочки и коржики, как мы привыкли. Ну вот пока Наташа не съела весь этот букет, добавлю, что кондитеры политехнического профлицея после недавней убедительной победы в областном туре конкурса профмастерства WorldSkills сейчас готовятся к республиканскому этапу. Он будет проходить в Минске с 17 по 19 мая, то есть совсем скоро уже, буквально через месяц. Да, об этом мы будем говорить в первой части нашей программы. А вторая будет полностью посвящена волшебству, магии чудес, иллюзий и фокусов. Ну а пока, пока у нас есть для вас новость и, наверное, сюрприз. Да, скорее это подарок для наших телезрителей. Мы приготовили для вас. Сейчас мы продолжаем розыгрыш билетов на кинопоказы в рамках фестиваля «Полночная зяня». Двоих победителей мы выберем из числа участников розыгрыша в нашей группе ВКонтакте. Так что вступайте в группу телеканала «Витебск», отвечайте на простые вопросы, и в конце эфира мы назовем имена победителей. Ну а сейчас самое время знакомиться с гостями, которые уже появились в нашей студии. Это программа «Вечерний Витебск», и, как видите, этот стол у нас тоже украшен невероятной красотой. Вот только посмотрите, какие у нас чудесные есть вещи. Вот эта книга «Удивительные розы» и все это сделано, ну фактически, все из чистого шоколада. То есть все это съедобно. А автор и, наверное, исполнитель вот всех этих шедевров у нас сегодня в гостях, и я хочу ее представить. Итак, знакомьтесь, Мария Почепко, учащаяся Витебского государственного политехнического профессионального лицея, и она же победитель регионального областного конкурса профессионального мастерства «WorldSkilled Беларусь-2016». Ну а поддерживать ее будет Андрей Викторович Коржевский, заместитель директора по учебной работе этого же учебного заведения. Здравствуйте, дорогие гости. Прежде чем начать наш разговор, я думаю, что мы должны рассказать телезрителям, что это за конкурс, его значимость, когда он появился, и почему вы так много уделяете значения вашему участию в этом конкурсе. Чем он так интересен? Ну, хотелось бы отметить, что «WorldSkilled» — это международная организация, очень достаточно такая авторитетная, в которой включает в себя 75 государств мира на сегодняшний день. Беларусь вступила туда 68-й в 2014 году. То есть всего два года назад, получается? Всего два года назад. Цель «WorldSkilled» — это повышение статуса профессионального образования и повышение статуса рабочих профессий. Вот такая вот благая цель у этой организации. Хорошо, а конкретно, что вашему лицею это даст участие в подобном конкурсе? И надо сказать, что эти конкурсы проходят раз в два года, что тоже такой значимый такой момент. Ну, эти конкурсы очень чем-то напоминают спортивные соревнования. Это своего рода такая олимпиада, но только олимпиада не по спортивным видам, а олимпиада по профессии. По кулинарии. Не только. По кулинарии абсолютно все профессии. Мы участвуем в основном по нашему профилю, естественно. И любой конкурс для нас — это прежде всего возможность научиться чему-то новому. «WorldSkilled» — это большая концентрация новых технологий, каких-то креативных идей одновременно в одном месте. Естественно, мы хотим приобщиться к этому процессу и хотим выйти на этот международный уровень. То есть, иначе говоря, вы просто таким образом хотите о себе заявить, скажем, на международном уровне. Вот таким образом. То есть, вы считаете, что то, чем вы занимаетесь, оно достойно того, вам есть что показать на таком уровне, в самом высоком уровне? Ну, прежде всего, нам нужно пробиться на международный этап, чтобы понять это. Просто любой конкурс — это неоценимый опыт. Выигранный или проигранный конкурс — это, прежде всего, опыт и учеба. И возможность, наверное, оценить себя со стороны, что тоже, наверное, такой момент. Это главный фактор внешнего контроля качества нашего образования. Кто, как ни конкурс, или что, как ни конкурс, лучше всего проверить нас. Насколько мы адекватны современным трендам, тенденциям и развитием данной сферы деятельности. А вот знаете, я вот о чем подумал. Ну, допустим, разные же существуют конкурсы, правильно? Где-то нужно, не знаю, заполнить какую-то там анкету, где-то нужно написать какое-то произведение. Но там как-то все более или менее прозрачно и понятно с оценкой того, что создается. Как в данном случае, когда человек показывает свое мастерство? Ну, он может быть представителем самой разнообразной профессии. Как оценивать? Любой конкурс профессионального мастерства, он всегда предполагает участие экспертов. Ну, например, в WorldSkills участвуют экспертов даже больше, чем участников. В Сан-Паулу, в Бразилии, конкурс проводился. 1200 участников, 3000 экспертов. То есть это эксперты из разных стран, ну, скажем так, не заангажированные. Для них важен не результат в виде победы, а результат в виде какого-то нового креативного решения, результат в виде какой-то новой прогрессивной технологии. А, иначе говоря, подспотеть идею так получается? В том числе, да. Какой хороший ход. Потому что интеллектуальная собственность этого конкурса, она принадлежит абсолютно всем его участникам. Да, очень интересная, кстати, тема. Но мне бы очень хотелось, все-таки, вы не сказали, а что получает победитель? Вот всегда же вот такие значимые конкурсы, турниры, они и подразумевают какой-то, ну, значимый подарок, приз, там, к чему нужно стремиться. Ну, для победителей международного конкурса это стажировки в серьезных организациях для того, чтобы они дальше повышали свою компетенцию в этой области. Это правильно. И развивались как профессионал. Это самый главный приз, возможность. Ведь образование – это не нечто застывшее, это просто дополнительная какая-то опция, хотя и основная в вашем развитии. Ну, я просто думала, что какая-то существует какая-то безумная денежная сумма, оказывается, это скорее так. Я не могу ответить на вопрос по поводу денежной суммы, она наверняка какая-то там есть, но я не думаю, что она безумная. Главный приз – это новые идеи, новые технологии, новые какие-то креативные возможности. Скажите, а поучаствовать может любой учащийся в вашем учебном заведении? Ему для этого нужно просто обратиться к вам, сказать, вот, я слышал про конкурс, хочу показать свое мастерство. Или вы сами отбираете лучших и уже им предлагаете представлять... Это конкурс начинается с отборочного этапа в учебном заведении. То есть каждое учебное заведение проводит свой внутренний конкурс. А, внутренний конкурс, а потом победители выставляют этапы. Да, и так по этапам, по следующим этапам все происходит. Вот, кстати, Машенька, позволь так обращаться к тебе. Вот когда ты принимала участие в областном туре, скажи мне, пожалуйста, кто были твоими конкурентами и насколько вот ты действительно понимала, что у тебя серьезные конкуренции и тебе приходится серьезно выложиться на все сто? Ну, конкуренты были, это Полоцк. Ну, готовили не совсем по-другому, не так, как мы. То есть их учат совершенно по-другому, да? Да, у нас совсем разные были изготовления наши. Техники, да? Да. Ну, конечно, хотелось занять призовые места. Ну, чувствовалось, да, соперничество? Вы подсматривали или прятали, наоборот, то, что кто делает? Нет, мы были сосредоточены на своем. Каждый на своем. Скажите, а вот у этого конкурса, у него есть какая-то общая тема, которая вас объединяет, вот заданная тема? Восточная сказка. А, а почему восточная сказка? Ну, потому что... Международный этап этого конкурса пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Ух ты! Поэтому, скажем так, нас нацеливают все-таки на участие именно в международном конкурсе. Понятно, что приятно выиграть в области, приятно получить такое достижение, но нас нацеливают дальше для того, чтобы мы приняли участие именно в завершающем этапе этого конкурса. Дошли до Арабских Эмиратов. Извините, я правильно понимаю, что потом уже организаторы берут на себя все обязательства по организации и проведению в Арабских Эмиратах этапа конкурса? Это проводит международная организация. Сама международная организация. Сама международная организация Волгская. Хорошо. Машенька, а скажи мне, пожалуйста, вот что было представлено, что ты представляла вот на конкурсе, областном конкурсе, с чем ты победила? Я представляла торт, жасмин, птифура Аладдин и шоколадную композицию. А давай-ка мы сейчас посмотрим, у нас же есть фотографии. Пусть зритель увидит, какую невероятную красоту представлял лицей на этом областном конкурсе. Это вот процесс готовки, да? Это торт. Торт, да. Сам торт. А вот это, что это? Это шоколадная композиция «Звезда Востока». Ух ты. А это? Это птифура Аладдин. Вот это миниатюрки вот эти. Ага. Да, кстати, а вот интересно, а есть в этом конкурсе номинация там по вкусу? То есть на вкусовые какие-то качества? То есть кто-то дегустирует ваши? Скажите, и начинку вы тоже придумывали как-то сами, да? То есть она должна быть оригинальной, удивить должны были жюри. Да. А вот эту композицию, которую мы только что увидели, вот все вот это, вы все это сами придумали, скажите? Ну, я вместе с мастерами придумывали. И помогали, да? А сколько длится конкурс? 29-30 марта. То есть два дня получается, да, на этот конкурс? Хорошо. Ну вот давайте вот как пример. Вот розочка. Сколько вот такая времени уйдет на создание вот такой розочки? Ведь я так понимаю, что здесь каждый листочек, это не формочка, это каждый листочек делается по отдельности. Ну, наверное, минут 15. Примерно так. То есть достаточно, достаточно долго. Хорошо. И теперь вы готовитесь к областному этапу. Республиканскому. О, простите, республиканскому, который пройдет у нас 17-19 мая, да? Да. А вы можете сказать, какая тема та же остается? Тема та же, но приготовление будет другое. Вы не можете сказать, да? Я так понимаю, что это сюрприз. Да. Хорошо. Извини, а вот, Наташа, а вот эти мотивы для работ, которые были сейчас, ты искала самостоятельно в интернете, допустим, да, на каких-то картинках и просто пыталась повторить? Или как происходило, скажем, проектирование, не знаю, того, что будет? Ну, потому что впечатляют некоторые работы. Ну, опять же, с мастерами мы сидели, все думали, вот, что-то там, ну, как бы, смотрели. Там какой-то математический расчет, может быть, чтобы это все держалось в равновесии, чтобы это не падало. Да, чтобы уравновесить. Нет, меня даже другое волнует и интересует. В данном случае получается, что вот даже для создания этого цветочка нужно, ну, не просто быть кондитером, да, здесь нужно быть и художником, и скульптором. Вот скажите, каким образом, вот, я так понимаю... Это действительно так, извините, что я вторгаюсь в ваш разговор, но профессия вообще кондитер, она достаточно старая. Слово кондитер возникло в итальянском языке от варить в шоколаде, кондиера, такое слово есть. Замечательное слово. И во Франции, когда готовили кондитеров, обязательно входило в программу обучения, изучение архитектуры, изучение рисования. Мы эту традицию как-то тоже немножко поддерживаем, такой у них есть предмет рисования и лепка. И все вот эти формы, все эти идеи, естественно, сначала прорисовываются. Очень сложно конкурс... То есть у вас преподают и рисование для кондитеров, да? В том числе, да. Рисование и лепка, да? Да, есть такой предмет. Замечательно. Вы знаете, вот что мне еще очень интересно, вот говорят, талантливый человек, талантливый во всем. Я просто видела портфолио Машеньки, и она победитель всевозможных олимпиад. Это иностранный язык, это и программирование, она в спорте. Почему лицей? Ведь по большому счету, учитесь вы неплохо и могли бы замахнуться и на вуз. Или вы всю жизнь мечтали быть кондитером? Да, я мечтала быть кондитером. Мне очень нравится выпекать, делать разные тортики, разные сладости. А вот пойти там выше? Будет. То есть вы еще планируете, чтобы идти учиться, учиться и дальше. Ну, я так понимаю, что сегодня поменялось немножко, наверное, отношение к самому подготовке в лицее, да? То есть это, если это было раньше, ведь это было 16-е училище, да? Ну, поменялось вообще отношение, скажем так, к системе образования. То есть раньше ветви или, скажем так, уровни образования были такими замкнутыми, тупиковыми. Если ПТУ, значит, твоя судьба быть рабочим. Если СУС, твоя судьба быть специалистом среднего звена. Если высшее учебное заведение, быть себе специалистом с высшим образованием. Сейчас эти формы взаимно проникают друг в друга. То есть к высшему образованию, к которому у нас стремятся практически все выпускники школ, можно прийти разными путями. Можно, конечно, пойти сразу после школы, а можно пойти к нам в лицей, получить профильное образование и поступить в профильные же образования. Такой вариант возможен. Вы знаете, да, мне бы радует, что вместе с названием поменялось немножко, наверное, и отношение, и в какой-то мере даже содержание, да, вот самого учебного заведения. Соответственно, и отношение людей прежде всего. Мне бы очень хотелось искренне, от всей души, Машенька, пожелать вам удачи, пожелать вам победы обязательно в республиканском туре. И я жду вас уже к нам в гости после того, как вы вернетесь из Арабских Эмират тоже с победой. Спасибо. Вам удачи. Ну, уважаемые телезрители, ну, а вам я бы хотела сказать, что многие из нас знают профтехпрофессиональный лицей, как 16-е училище. Но, как вы убедились сами, что это далеко не коржики, пельмени и булочки. То есть там готовят действительно интересных и полезных специалистов. Но мы продолжим этот разговор чуть позже, и у нас несколько изменится состав наших гостей. А сейчас наша постоянная рубрика «Афиши». 23 апреля белорусский театр «Лялька» приглашает на театрализованный концерт кабаре-бэнда «Серебряная свадьба» и презентацию нового детского альбома «Музыка. Все». Вокруг нас звучит все, и если постараться, музыку можно услышать повсюду. В программу «Музыка. Все» вошли песни, которые будут интересны и детям, и взрослым. Под эти песни можно плясать, прыгать, пускать мыльные пузыри, греметь в тазе и кастрюле. Тем более, что исполняться они будут на неожиданных и совершенно необычных инструментах. Начало концерта в 11.00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса приглашает на музыкальную сказку для детей и подростков «Снежная королева». Одна из самых любимых и самых известных сказок в мире. Эта волшебная история не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Дети с удовольствием следят за приключениями Кая и Герды. Узнают, что такое любовь и дружба, верность и храбрость, которые способны преодолеть любые препятствия. Начало спектакля в 12.00. В культурно-историческом комплексе «Золотое котелецепская двина» проходит выставка Народного клуба любителей флористики «Анюта. С любовью к вам». Посвященная 25-летию клуба, выставка познакомит посетителей с разнообразными техниками создания флористических композиций из всего многообразия природных материалов. Начало выставки в 10.00. Витебская областная филармония представляет интерактивное шоу-мьюзикл для детей «Витязи вперед» или проказы миньонов от эстрадного театра «Маскарад». Юных зрителей ждет светолазерная феерия и спецэффекты, общение с куклами-великанами, флешмоб и множество других веселых развлечений. Начало в 15.00. А в 16.00 музыканты филармонии приглашают будущих мам на восьмой концерт из цикла «Соткать душу из нот». В новой концертно-познавательной программе прозвучат специально отобранные лечебные произведения. Слушателей также ожидает множество новой и полезной информации, а дети услышат, какими прекрасными звуками бывает наполнен мир. В рамках гастролей балетной школы под руководством заслуженной артистки Республики Беларусь Марины Вежновец Национальный академический драматический театр представляет балет «Щелкунчик». Волшебство Рождественской ночи возвращается с приключениями заколдованного щелкунчика, прекрасной Мари, ее храброго брата-фрица и армии безжалостного мышиного короля. Начало в 18.00. «Бар Куба» приглашает всех любителей хорошего юмора на большой украинский стендап при участии победителя телепроекта «Лига смеха» Андрея Калмачевского и победителя проектора «Смеши комика» Максима Коновалова. К резидентам стендап-шоу присоединятся участники «Камеди Бэттл» Ростислав Шлопак и Артем Гаус. Посетителей ждет незабываемый вечер юмора и отличного настроения. Начало в 19.00. «Биттлз Клуб Чердачок» представляет концерт группы «Акудэ» «Усё повернется». Музыканты поют на родном языке, а стиль своей музыки определяют как диско-декаданс. В новую музыкальную программу вошли песни из нового альбома группы, лучшие песни из трех предыдущих альбомов, а также те, которые музыканты не играли уже несколько лет, а некоторые никогда ранее не исполняли. Начало концерта в 20.00. 24 апреля музей-усадьбы Ильирепина-Здравнёва приглашает на выставку фотографии протеерея Александра Захарова и графики Татьяны Борисевич «Лирика полета», посвященная Международному дню птиц. Необычная совместная экспозиция предлагает зрителю взглянуть на осторожных и удивительных пернатых созданий с обычно недоступной взгляду стороны. Начало выставки в 10.00. «Витебская областная филармония» представляет мюзикл для детей истории кота Филофея. Рядом с каждым из нас живут братья наши меньшие, у которых своя, богатая на события жизнь. Часто опрометчивые поступки человека приводят к последствиям, которых он даже не подозревает. Об этом и поведают юным зрителям собравшиеся в подвале одного дома бездомные коты. Начало в 11.00. Витебский краеведческий музей приглашает на городскую выставку детского творчества «Родный край. На век земля святая» в жанре декоративно-прикладного искусства. Участники экспозиции представят ряд ярких работ, выполненных в разнообразных техниках, посвященных вдохновляющей красоте родного края. Выставка открыта с 10.00. В Витебском художественном музее проходит персональная выставка художника-авангардиста Владимира Акулова «Витражи и премии». Экспозиция представляет собой подборку характерных работ автора за последние 20 лет. Главный принцип творчества Владимира Акулова – импровизация, основанная на интуитивном подчинении внутренним импульсам. Начало выставки в 10.00. Центр современного искусства приглашает на выставку графики Леры Молотниковой «In Details». Образ создают детали. Мельчайшие штрихи способны изменить восприятие всего произведения. Яркие, насыщенные цветом картины молодой художницы призывают зрителя разгадать абстрактные образы, рассмотрев их до мельчайших деталей. Выставка открыта с 10.00. Национальный академический драматический театр имени Купа Колоса представляет комедию положений «Йон, яна, окно, не обожчик». Маленькая ложь лечет за собой все большие проблемы, когда в номере, где тайны от своих супругов договорились встретиться помощник премьер-министра и секретарша оппозиции, обнаруживается неизвестно откуда взявшийся труп. Начало спектакля в 18.00. Кинотеатр «Мир» представляет фестиваль кино стран Европы «Полночная зяня». В день закрытия фестиваля зрителей ждет комедия «Препятствия» от финского режиссера Алексии Сальминпери и трогательная драма «Гора невинности» от исландского режиссера Дагура Карри. Участники фестиваля расскажут зрителям о менталитете и особенностях жизни в Северной Европе на языке кино. Начало показов в 19.00 и 21.00. Мы продолжаем нашу программу и продолжаем знакомство с уникальными специалистами, которых готовит Витебский государственный политехнический профессиональный лицей. Андрей Викторович, я уже говорила о том, что многие по привычке ваше учебное заведение по-прежнему называют 16-м училищем или кулинарным училищем. А в 2003 году у вас изменилось название. А насколько изменилось содержание вашего учебного заведения? В 2003 году произошла реорганизация учебного заведения и два учебных заведения профессионально-технических, 16-е и 57-е, образовали вот наше нынешнее учебное заведение Витебский государственный профессиональный политехнический лицей. Значит, учебное заведение, которое совместило одновременно сразу три профиля подготовки. Это профиль общественное питание, профиль торговое дело и профиль строительства. То есть, иначе говоря, то училище, которое объединили с вами, это было строительное училище, и у вас появились свои строители. Вы знаете, вот с трудом себе представляют сочетания повара и кулинара. Ну, в действительности это внушало определенные опасения, потому что внешне эти профили подготовки совершенно по-разному выглядят, но нам удалось их с успехом интегрировать, потому что на сегодняшний день все наши профессии, они связаны воедино. Допустим, если мы говорим о строителях, то они достаточно активно работают над выставками и производят различные материалы, которые нужны для выставок по общественному питанию и торговле. Они ремонтируют объекты... То есть, они полезные, скажем так, оказались очень полезными. Более чем. Я боюсь, что нам придется объяснить нашим телезрителям, что за звуки такие прорываются в эфиры и мешают. Откуда звуки, да, это наш рояль в кустах. Это те самые уникальные специалисты. В общем, те люди, которые вытеснили меня сегодня из-за барной стойки, ну, я надеюсь, это того стоило, вот я думаю, мы даже попробуем, что они приготовили. Пока нам рассказывали о том, как... Когда появилась у вас профессия бармен, да, или как это звучит в вашей специальности? Значит, то, что мы сейчас вам хотим показать, это работа наших учащихся первого курса. Они готовятся по профессии официант-бармен. Эти профессии не могут существовать раздельно, потому что бармен всегда начинается с официанта. Это основа для этой профессии, поэтому подготовка осуществляется именно так. То есть профлицей – это не только повара, кондитеры, это еще и бармены-официанты. Вот мне почему-то хочется у ребят спросить, ну, вот откуда вот этого желания быть барменом? Ну, сегодня приходишь в какой-нибудь, там, не знаю, ночной клуб, в какое-нибудь заведение, ну, есть бармены, да, вот садишься, там, заказываешь какой-нибудь коктейль, допустим, так? Ну, собственно говоря, и все. Вот что вам интересно в этой профессии? Что такого интересного? Что интересно в этой работе, чтобы так вот ей увлекаться и даже профессионально обучаться? Ну, на самом деле, общение с людьми, в принципе, это многого значит. А еще, ребята, а будьте добры, мы просто пока беседовали, вот сделайте вот эти интересные, безумно красивые движения профессиональные, они просто сами по себе завораживают. Вот посмотрите, как это красиво, это просто красиво. Это просто красиво и шумно, я думаю, сейчас в нашем телевизоре. Да, и зато эффектно. Да, хорошо, вот ты сказала, что это общение с людьми, да? Да. Тебе, может быть, нравится психология, тебе нравится слушать то, что говорят люди, общаться. Ну, расскажи немного, я не знаю, может быть, у тебя уже опыт был какой-то, или просто ни с того ни с сего, я буду барменом и все, буду общаться с людьми. Ну, как ты выбрала? На самом деле, выбрала вообще, почему специальное образование? Да, да, да. Потому что, в принципе, оно дает намного больше, чем тот же университет, я считаю. Ого, смелое заявление. Да, ого. Плюс ты получаешь средне-специальное образование, и если у тебя есть планы на будущее пойти в университет, даже есть и на заочное, ты уже специалист, у тебя есть какие-то планы, ты можешь найти, легче найти работу и сам себя содержать, скажем так. Да, а мне больше всего нравится, что, знаете, это вот та профессия, которая может пригодиться в обычной жизни. То есть она лишней точно не будет, и держать диплом, пылиться тоже не будет, потому что профессия не профессия, а умение, это будет востребовано. Ребята, а вы готовите нам какой-то сюрприз? Вот что это такое? Что вы сейчас для нас делаете? Так, даже вижу, даже вижу вот... А, это сироп, это сироп. Так, что вы готовите? Я готовлю махитон. Кстати, ребята, извините, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Никита Ященко, я учащийся 16-го лицея, ну, и представляю профессию в Сан-Барме. Замечательно. Я готовлю безалкогольный махитон. Ага. И... Ну, то есть вот то, что сейчас у тебя слева от меня, справа от нашей телезритель безалкогольный махитон, а рядом... Очень красивая, полосатая, но очень... Ну, студент первого курса. Да, подсмотрел, подсмотрел. Учитель... Этому всему обучают на первом курсе, правильно? То есть это такие основные коктейли, которые должен уметь делать любой бармен. Конечно. Просто мне почему-то всегда казалось, что бармен такая профессия, к которой нужно обучаться, ну, вот практически, да, то есть непосредственно на местах. То есть приходишь устраиваться на работу, тебя обучают, и для этого не нужно заканчивать какое-то учебное заведение. Видите, я, оказывается... А, нет. Я был неправ. Так, хорошо, представьте себе, пожалуйста, и что вы готовите? Писаренко Анна, учащаяся в Витебском государственном политехническом профессиональном лицея. Готовлю пиноколаду безалкогольную и эквилибриум. А скажите, ребята, вот это из поповарских книг, рецепты, или это какая-то такая своя разработка, то, что вы нам предлагаете сейчас? На самом деле, по большей части своя, например, пиноколада, это идёт алкогольный напиток. Туда входит роман. Но мы же ещё учащиеся, поэтому... Вот, позвольте, я спрошу, наверное, больше как-то у представителя уже профессорско-преподавательского состава, да, руководства, наверное, в какой момент добавляется алкоголь уже? Вот когда вы начинаете обучать учащихся... Что за звуки? Это у нас. Да, это так надо, я понял. Это блендер, это работает блендер. Когда уже, да, начинаются такие серьёзные коктейли, взрослые? Ну, в действительности, вы задали очень провокационный вопрос, потому что как учебное заведение, которое осуществляет подготовку учащихся, мы не имеем права вообще даже купить алкогольный напиток легально в сети торговой. То есть алкоголь заменяется либо сиропами, либо соками, ведь при готовлении коктейля решающую роль, наверное, всё-таки играет его цвет и форма, скажем так. Хорошо, а вот ваши бармены, официанты, они принимают участие в каких-то конкурсах? Ну, безусловно. Потому что профессия такая тоже довольно интересная. Профессия очень интересная, и для нас тоже было бы интересно попробовать участие в профессиональных конкурсах, но концепция, которая по этой профессии есть на WorldSkills, она очень сильно расходится с тем, что предлагается, скажем так, нашей белорусской системой образования. Дело всё в том, что понятие бармена, оно вообще очень широкое понятие. Эта профессия включает в себя, вот как Аня говорила, какие-то знания психологии, но если брать чистую профессию, то это и знание сомелье, то и знание о напитках, это знание бариста, это знание о кофе. Всё очень сложно. Это достаточно сложно. Хорошо, я спрошу по-другому, где тогда можно увидеть ваших выпускников, студентов, где они проходят практику в городе, чтобы действительно увидеть вот такую красивую работу? Полгода у них идёт производственная практика, то есть это всё-таки действительно практикоориентированная профессия, это совершенно правильно было замечено, и полгода у них длится производственная практика. Это, кстати, единственная группа профессий, которая на базе 11 классов обучение проходит не год, а полтора года. Здорово, здорово. Отсюда вот такой промежуток времени отводится на практику. Наши учащиеся проходят практику, естественно, во всех, скажем так, ресторанах, кафе и барах города Витебска, их можно увидеть абсолютно везде. Город наш, как вы знаете, все фестивальны, где-то порядка 17 фестивалей проходят. То есть это очень хороший опыт во время проведения славянского базара, я так понимаю, да? В том числе и ты, да. Ну, фестивалей у нас довольно много, это не только славянские базары, везде, естественно, требуется обслуживание как официантов, так и баранов. А как вы вообще оцениваете интерес к этой профессии? Насколько охотно и в каком количестве приходят ребят? То есть серьезный конкурс или, впрочем-то, любой желающий может прийти и научиться? Не совсем. Любой желающий, вот по итогам прошлого года, я могу сказать, что конкурс, пусть не очень большой, но на эту профессию был. То есть мы отсеяли некоторых людей, которые... То есть в этом лице нет недоборов, насколько я понимаю, на профессии. Это так, да. Замечательно. Спасибо вам большое, дорогие наши гости, за участие, за такие удивительно красивые и очень вкусные, я не знаю, как сказать, подарки. Вот приходите к нам еще, мы ждем вас еще. Позволь, я еще спрошу у наших гостей, вы сами коктейли свои пробуете, которые готовите? Да. Да? То есть вот то, что вы приготовили нам, это как бы уже идеальный вариант. То есть мы можем смело попробовать, да? Сергей, можешь подъехать, пожалуйста? Вот этот коктейль специально для тебя. Это наш оператор. Я знаю, что ты об этом мечтал. Он безалкогольный, в пост можно? Попробуй, пожалуйста. А мы потом поделимся нашими впечатлениями, если мы вернемся живыми и здоровыми после рекламы. Уважаемые телезрители, впереди у нас еще много всего интересного. Во второй части нашей программы нас ждут действительно настоящие чудеса и волшебство. И пока мы пробуем коктейль и готовимся к встрече наших новых гостей, мы предлагаем вам посмотреть нашу рубрику-игру «Попади в телек». Обувной холдинг Марка представляет «Попади в телек». Основной витебский трубадор уже пришел на свое рабочее место. Всем привет, меня зовут Саша Каринман. Мы начинаем передавать приветы, начинаем приглашать людей в телек. В общем, все только начинается. Поехали. Вот такой вот бравый молодой человек. Вы бравый? Просто вот я не знаю, что такое бравый? Надо подумать. Вот что означает слово бравый? Ну, наверное, оригинальный. Ну, наверное, так. Нет, нет, бравый. Как вас зовут? Кирилл. Кирилл, почему у вас две сережки? Две сережки? Да. Ну, стиль такой. Стиль, это стильно. Вы рок-музыкант играете на чем? На всем. Мультиинструменталист. Мультиинструменталист. Это вот прям просто в группе не хватает кого-то, вы перебегаете, да? Бум-бум-бум-бум на басу потом. Понятно. Ну, а как группа называется? Группа Fast Loud Young. Это что в переводе с чего? Группы Быстрые и Молодые. А, с английского, да? Все просто. Играете панк-рок, да? Нет. Нео-классикал, немножко рока. Нео-классикал. Это типа какая-то классика современной обработки, да? Да, что-то типа того, что-то похожее. Ясно. Вы выступаете где-нибудь в Витебске? Пока нет. Ну, скоро будете, да? Скоро вот вовсю будут пестреть афишек. Вы плохие, дядьки, да, или хорошие? Хорошие. Только позитив, любовь. Русский язык в песнях будет? Пока на данный момент зарубежный. Больше ориентир туда. Уедете потом, да? Вряд ли. Я люблю свою страну. Ясно. Слушай, ну а так вообще учишься где-нибудь? На данный момент нет, но буду поступать. Только школу закончили? Забрали. Ага, забрали. Там и родилась идея создать город. Ну, немножко раньше, еще до армии. А сейчас вот все возобновится. У нас есть три мишени, есть ворота, тиры, кольцо. Что выбираешь? Класс. Я занимался в детстве баскетболом. Я думаю, что... Держи. Ну, мяч у нас не баскетбольный. Да, трешечку. Ну, это тяжеловато. Да, давай. Мне кажется, в это кольцо тяжеловато, снарик, а? Ну, ладно, давай. Откуда угодно. Не обязательно можно отсюда вот прям встать близко. Молодец. Теперь давай вот отсюда. Задание попроще. Хорош. Хотелось бы передать привет моей любимой маме. Мама, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Ну, и всем, 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 кто меня знает, цените своих родных. Спасибо. Я тройку запрягу кавурых скакунов, И полечу я с ними прямо в телек попадать. Друзья, эти девчонки приходили к нам летом. Приходили, сами не помнят, когда. Я их не помню, наверное, подросли за это время, да? Подросли? Прямо на целое лето. На целое лето, да? Сколько вам сейчас? Скоро 12 лет. О-о-о-о! Слушай, сейчас уже невеста. 12 лет. Вот уже есть ухажеры? Ну, вообще, намечаются. Намечаются, да? Намечаются. А у вас? Нет. Почему у тебя намечаются, а у нее нет? Я не знаю. Может, тебе кажется, что намечаются? Или это вот ваш друг уже стоит там? Нет, мы его не знаем. Ты их не знаешь? Хочешь познакомлю? Нет. Итак, проходи сюда. Вот у нас сегодня программа «Давай поженимся». Как вас зовут? Артем. Артем. Я не подписывалась. Меня Катя зовут. Я не подписывалась на это. Ладно, ребят, вы сегодня просто попадаете в телек, Артем, скажи, пожалуйста, ты в каком классе? В седьмом. Сколько лет? Тринадцать. Хорош! Прям совпадение. Им по двенадцать. Им по двенадцать. Они тут обсуждают, что у них нету женихов. Ладно. Ребят, вообще, вы учите в одной школе или вы не знакомы? Не знакомы. В какой школе? В тридцать восьмой. В третьей. В третий. Ух, как вас разнесло. Ну, ты не бывал никогда в третьей школе? Побываешь. Они тебя позовут. В гости. Ладно, девчонки, на самом деле, чем сейчас занимаются и ты? Как тебя зовут, напомни? Артем. Артем, чем занимаются сейчас вот в вашем возрасте? Двенадцать-тринадцать лет. Актеры. Вы актеры? Да. А ты? Ну, люблю это все. Любишь актера? Вот, молодец, сразу начал подкатывать. А я люблю актеров, актрис там. Я люблю все театральное. Мы выступали. Да, какое выступление? А мы выступали. Где? В театральном. И вы тоже? Нет, я приходила смотреть. Так, а ты тоже после театрального? А ты откуда пришел? Ну, я, мы в театр ходили. А, то есть мы сегодня все как-то связаны с театром. Что сегодня в театре? Что вы играли? А мы ставили сказки Гарса Христиана Андерсона. Побывай, 24. Молодец, давай пять. Молодец, ну и давай ты. Вот этой, да, давай пять. А теперь, Тём, давай покажем им, как надо стрелять. Да, давай. Молодец. Тём, ты попал. Я тебя поздравляю. Я передаю привет своей маме. И мне. И мне. Своему двоюродному брату. А мне. И еще одному с вами. И тебе. Ура! И все. Я передаю привет всем, вообще всем. Я передаю привет маме, Максиму, Герману, Аою, Вите. Там, ну вот. Вот и все. Все и вот. И вот все. Все вот и. Я как мог эти слова перемешал в разные комбинации, чтобы вы наконец поняли, что на сегодня наша рубрика подошла к концу. Меня зовут Саша Коринман. Пока. Обувной холдинг Марка представляет Попади в телек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас все продавщицы магазинов свечей узнали того парня, который скупает у них абсолютно все партии. Это вечерний Витебск. Мы вернулись после паузы, вернулись в полном составе. Мы даже не заменили оператора. И это только начало, друзья. Чудес будет еще больше. Еще больше будет таких выступлений. Сегодня постараемся успеть до 20.00. Ну а прямо сейчас... Да, я, пожалуй, представлю наших необычных... Представляй, да. Кто нас удивлял только что? Я назову, мне так проще, назову их фокусники. Вообще, это артисты оригинального жанра. Итак, встречайте. Сегодня у нас гостяк Олег Булавин и Евгений Стадонник, чье выступление вы только что видели. Но самое главное, что повод у нас сегодняшней встречи очень даже серьезный. Ребята совсем недавно вернулись из Гродно, с международного конкурса... Фокусников. Да, фокусников, который называется «Магик-шоу». И приехали с призами. Пять призов привезла наша витебская команда молодых фокусников. Ну, во-первых, это очень приятно. А начнем мы с того, что такое за международный конкурс. Я даже не слышала о нем, что у нас такой проводится в Гродно. И оказывается, он уже не первый год существует. Да, этот конкурс проходит на протяжении трех лет. Уже был третий фестиваль. Как положено, приезжают фокусники, которые делятся своим опытом, своими знаниями. И, между прочим, приезжают фокусники как с Польши, как с России, с разных стран. И поэтому можно посмотреть характер выступлений новый, что-то позаимствовать по возможности. Вы знаете, вы совершенно юные ребята, а тут приезжают взрослые, уже состоявшиеся, именитые фокусники. Ну, конечно, так и есть. На которых ты смотришь, удивляешься, и тебе нравится, как они работают, потому что ты понимаешь за плечами большой опыт. А, кстати, вот с возрастом фокусников у них меняется набор фокусов, у них меняется, ну, я не знаю, ну, что-нибудь меняется? С возрастом, да, конечно, меняется. Конечно, меняется. Возраст. Ну что, фокусы становятся более сложными? Или они становятся... Ну, начинающие фокусники зачастую начинают с самого простого, карты. Хотя карты тоже достаточно сложный жанр. Научиться этому не так сложно. Да, не так все просто. Но дальше впоследствии уже перерастает сценическая магия, то есть это свечи, веревки, кольца, что-то более массивное и уже более эффектное. То есть ваш номер со свечами, это уже продвинутый уровень? Да, это как сценическая магия. Это уже уровень определенный. А я хочу специально для зрителей не просто еще раз представить своих гостей и собеседников, а для того, чтобы вы оценили, ну, наверное, вот насколько юные у нас фокусники. Итак, значит, да, и про награды. Я ведь самое главное, мы не сказали, какие награды вы привезли. Итак, значит, Евгений Стодольник, он у нас учащийся 11 класса в Витебской гимназии номер 5, занял первое место в номинации «Ментальная магия» и второе место в жанре «Сценической магии». Здорово. Олег Булавин, учащийся третьего курса Витебского государственного колледжа культуры и искусств, и занял третье место в жанре «Сценической магии» после 18 лет. Получается, что вот среди тех, с кем вы конкурировали, или где вы были на конкурсе, наша команда, получается, одна из самых лучших, да, это Витебская команда? Ну, если в общем, то, наверное, да. То есть пять медалей сразу? Мы же ездим все-таки не командой, мы ездим как отдельные личные. Да, но, скажем так, поговаривают, мы слышали, что Витебские молодцы, в принципе. Что было тоже отрадно и приятно. А скажите мне, пожалуйста, вот так у нас существует в Витебске команда фокусников, да, или... Нет, это не команда? Это друзья, друзья, которые обмениваются опытом. Мы можем встретиться в кафе, обменяться идеями, созвониться. То есть у вас нет какого-то там курса, где вы встретились, учитесь все вместе, нет? Скажите, а официантам, извините, или барменам в кафе вы показываете какие-нибудь фокусы? Да, бывало. Бывало, да? За границей очень часто. Когда большой счет, особенно за коктейли, наверное, можно показать фокусы. То есть, а вы можете сказать, сколько у нас в Витебске фокусников вообще? Ну, навскидку, ну сколько, человек 7, наверное, есть. Я просто почему спрашиваю, потому что у нас, насколько я знаю, у нас нету школы фокусников, у нас нет циркового училища. То есть у нас нигде фокусников не готовят. Откуда у нас появилось целых 7 фокусников в городе Витебске? И причем этих целых 7, наверное, за последних 5 лет появилось. А, то есть вот так вот, вспышка такая, да? Вспышка такая, вау. Ну, просто начинающих фокусников их достаточно много, так как они, не знаю, очень популярен сайт, фига себе. И там они смотрят какие-то фокусы. Ну, и не только, да, фига себе. Ютуб. Ютуб, да. Широкий объем посмотреть фокусы. Подождите, получается, что это все самоучки? Да, все самоучки. То есть, ребята, вас никто не готовил? Нет, в этом-то и свой плюс. Единственное, в фестивале, чем они полезны для иллюзионистов, именно начинающих, и не только, то, что уже мэтры, как бы, иллюзионного жанра, они делятся своим опытом. То есть, семинары специальные существуют, где рассказывают определенные техники, как подавать себя, как лучше. То есть, вот, Женя, вот то, что вы сейчас показывали, это вы научились сами? Сам? Никто не показывали. Не тренировал вас, не натаскивал, как говорят. Нет, совершенно. Только мы можем между друзьями, кто-то подскажет, вот тут лучше сделать так, а здесь так. Хорошо, учились как? Каким образом? Каким образом учились? Это что? Ну, я поняла, интернет, понятно. Это очень хорошая подсказка. Ну, уж интернет, это, наверное, доступная вещь, но вначале сперва это интерес, ты заинтересовался. Потом, когда у меня еще не было интернета изначально, поэтому я не знал, как это делается. Посмотрел передачу, взял реквизит и стал пробовать. Конечно, не получалось, реквизит падал, но все-таки сконцентрировался, попробовал сделать, чтобы предмет исчез, порепетировал. Ну и все-таки по нарастающей такой по шкале все начало получаться. А, кстати, как вам кажется, можно человеку, который хочет заниматься фокусами, ну, или хотя бы научиться какому-нибудь фокусу, нужно поработать, допустим, там, над концентрацией, нужно поработать, может быть, над ловкостью рук. Это вообще вырабатывается или это должно быть врожденным? Вообще, скажу откровенно, мое мнение. Фокусы, научиться фокусами может абсолютно любой. Уметь фокусы – это не талант. Талант – это преподносить их. Как ты это делаешь? Просто научиться – это… Нет, мне очень нравится просто научиться. Хорошо, сколько можно научиться вот такому фокусу? Все не так просто. Да. Потому что первое время очень тяжело и многое не получается. И самый переломный момент для начинающего иллюзиониста, я считаю, наверное, первый год-полтора. Потому что, когда что-то может пойти не так, например, на выступлении, начинающий иллюзионист зачастую не знает, как выкрутиться, допустим, из сложившейся ситуации. Если что-то не получится опытный, если у него что-то не получается, он обязательно это исправит. С этой же улыбкой, да, если у него была улыбка, он… Женя, ты помнишь свой первый фокус, который ты показал? Самый первый? Да, помню. Кому ты его показывал? Я показал своим родственникам. Потому что перед ними не страшно, если что-то не получится, да? Примут, да. Примут. То есть это был самый простой фокус. Простят. Купюра. И она балансирует на пальце, то есть больше кончик находится у купюры здесь. Это был мой первый фокус, который я учился. Дальше уже все пошло понарастать. Вот еще, знаете, мне просто интересно. Вот, значит, нас около семи, да? Ну, вот костяк так, пять человек, да? Я знаю, что вы держитесь вот такой командой. А у вас есть что-то, скажем так, у каждого свой жанр, свое направление? То есть вы не мешаете друг другу? Направление свое. Жанр один. Вы не конкурируете между собой? Нет у вас такого? Вот касаемо конкуренции сложно сказать. Я думаю, не мешаем, хотя потому что мы друзья. У нас есть поддержка, то есть плечо так называемое, да? Кто-то что-то хочет шагнуть вперед, но он не может в силу каких-то знаний, еще чего-то. Забросишь идейку, ее можно развить и как бы да. Здорово. Хорошо, Олег, а чем вот вы удивляете? Чем, скажем так, ваше направление? Что считается вот вашим трюком или там вашей фишкой? Конкретно фишкой моей. Да, вашей фишкой. Что я считаю фишкой, скорее, я это просто очень люблю. Я люблю фокусы с веревками и люблю фокусы с монетами. Но это не значит, что я не люблю с картами и так далее, но просто вот очень нравятся именно эти фокусы. Давайте бы сразу и покажется. Давайте сразу покажем, здорово. Ну, в общем, то, что мы сейчас увидим, это будет выступление с веревками. Нет, нет, нет. Сейчас у нас, да, посмотри, монеты. Сейчас будет сможет, ну удивляйте тогда. Да, будем удивлять. Я хочу сказать, сперва, как уважающий себя фокусник, он должен продемонстрировать реквизит, дать его на проверку, что нету никаких секретов. Не звенит, не шуршит. Я хочу, чтобы вы представили себя в детстве. Как вы думаете, именно в детстве, что делал фокусник с монеткой? Она исчезала. Наверное, действительно она исчезала. Вот. Как уважающий фокусник, я покажу, что монетки нету ни здесь, ни здесь. Но всегда монетку можно брать у вас. Она невидимая. Подбрасывать, ловить. И возвращать. И возвращать. Я могу вернуть, но мне будет жалко. Я все-таки продолжу. На самом деле, вы мне очень понравились, поэтому сейчас хочу специально показать медленно. Может, вы догадаетесь, как это делается? Попробую. Медленно, внимательно. Внимательно. Смотрим за монетой. Очень медленно монета помещается в руку. Так же медленно исчезает. Понятно, да? Обидно, да. Обидно. Да. Давайте вместе с вами словим монетку. Так. Ловите. В воздухе. Ловите. Это у нас невидимый объект. Да. Бросайте. И снова появляется. Все просто. На самом деле, я люблю делать подарки о нашей встрече, поэтому дарю вам монетку. Ой. Ну, Евгений, ну что это вы у меня забираете? Ну, бывает. На самом деле, нельзя верить фокусникам. Да, спасибо большое. Разочарованы как в детстве. Послушайте, это же сколько замечательных фокусов вы сможете показать с 1 июля. Если не ошибаюсь, у нас монеты. А у нас есть еще один фокус. Давайте мы покажем еще один фокус. Да, я использую ваш предмет, это розочка. Наше украшение. Ваше украшение, если вы не против, используем только бутончик. У нас есть платочек какого цвета? Очень желтого. Очень желтого. Будьте добры, проверяйте. У нас есть платочек розового. Евгений у нас не устал. Вы также можете проверить, что нет никаких секретов. Абсолютно самый, что ни на есть, обычный платочек. И что, этот тоже возвращается? Да, этот возвращается. Я вам скажу, как фокус с монетами, так и этот фокус. Это классический. Им очень много лет, поэтому именно сегодня хочу их показать вам. Между собой завязываю два платочка на крепкий узелочек. Давайте сделаем такие магические пассы. Магические пассы. Подуем. Подуем, поверим в то, что может что-то произойти. Случится чудо. Да, случится чудо и помещаем два платочка в бокал. Чудесный бокал. Скажите, пожалуйста, какой вам из этих платочков нравится? Давайте розовый. Розовый. Девочки розовый. Возьмите двумя пальчиками розовый платочек. И на счет три, на счет три тяните на себя. Готовы? Раз, два, три. Платочки. Развязались. Магическим образом развязываются. Их можно снова проверить, что нет никаких секретов. Абсолютно целых. Ловкость рук, как говорят, и никакого мошенничества. А я должна сказать нашим уважаемым средлистям, что мы сегодня ждали, в принципе-то, больше гостей. Сегодня по весьма уважительной причине у нас отсутствует еще один гость. Олег Просколович. И не смог он принять участие в нашей программе действительно по очень уважительной причине. Смотрите сами. Мне понадобится колода, самая обыкновенная колода карт, 115. Итак, самая обыкновенная колода карт. Все карты разные. Скажите «да». Конечно. А выбирайте любую карту. Абсолютно любую. Ладно, ладно, честно, честно. Вот честно, любую, которую захотите. Только чтобы я не видел. Давайте любую карточку. Покажите ее всем, кроме меня. Прекрасно. Кладите обратно. И я слегка перетасую колоду карты. Итак, помните вашу карту? Я попрошу вас, вот вас, ваших две руки вперед. Скажите, вот это не ваша карта? Я так и знал. Смотрите на короля. Раз, два, три. В ваших руках. Медленно открывайте и смотрите что-то. Семь пика. Семь пика. Аплодисмент. Но самое интересное, можно взять семь пик, вот так потрясти, это туз пик. Не понял, все раз. Но это не самое интересное. Я попрошу вас, Игорь Васильевич, перетасуйте, пожалуйста, колоду карт. Прекрасно. И я попрошу вас сказать слово «стоп» на любой карте. Стоп. Поздно. Давайте еще раз. Стоп. Поздно. Давайте вы быстро, а я медленно. Стоп. Станет. Ну, хорошо. Давайте еще раз. Слово «стоп». Стоп. Запомните карту. Покажите всем, только чтобы я не видел. Это очень важно. Есть? Готово? Скажите, пожалуйста, вы видели карту? Подумайте о цвете карты, либо красной, либо черной. Так, можно вашу карту? Вот так сделайте перед собой. Просто повторяйте про себя. Четверка, черви, четверка, черви, четверка, черви, четверка, черви. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня я продемонстрирую вам очень старый и интересный детский фокус с колечками. Итак, у меня есть одно, два, три и четвертое кольцо. Итак, если я ударю один раз, то ничего не произойдет. Если я ударю второй раз, то тоже ничего не произойдет. Если я ударю третий раз, то одно кольцо окажется внутри другого. Итак, если мы их потрем, то они магическим образом разъединятся. Итак, я ударяю еще раз. Ничего. Еще раз. Ничего. Ударю третий раз, и одно кольцо находится внутри другого. Итак, стукну этими кольцами, и они тоже магическим образом соединятся. Итак, сейчас я закручу это кольцо, щелкну, и оно опять же отсоединится от другого. Ударю по этим двум, и они соединятся. Знаете, я тут недавно заметил, что с помощью колец можно импровизировать, вступать с зрителем в некий диалог и пародировать персонажей ситуации. Например, если я сделаю такой жест, то это очень похоже на чебурашку. Если я добавлю к этим кольцам еще одно, то мы здесь можем разглядеть автомобиль марки Audi. Если я спущу одно кольцо вниз, то это вам напомнит ситуацию на открытии Олимпиады в Сочи, когда вместо пяти загорелось четыре олимпийских кольца. Итак, еще одно маленькое чудо. Сейчас я перемещу это кольцо чуть-чуть повыше. Раз, два, три, и оно переместилось вверх. Итак, сейчас я закручу все три кольца, щелкну пальцами, и они разъединятся. И мы вернемся в самое начало трюка, когда у нас было одно, два, три, четыре разъединенных кольца. Спасибо. Ну, я думаю, что сейчас мы спросим, где такие кольца можно найти, их, может быть, даже можно купить. Присаживайтесь. Пока это был Артур Медведев, номер с кольцами, вот так он и называется. Так и называется. Ну, вот сейчас представим, кто еще с Артуром пришел. Да, я начну с того, что мы продолжаем волшебную часть нашей программы, и я представлю наших следующих гостей. Владислав Бобарнев, студент Витебского государственного технологического университета, и Артур Медведев. Это учащийся 10 класса школы номер один с города Витебска. Так, вот знаете, что очень интересно? Скажите, колечки подпилены? Конечно, подпилены, магниты, двойное дно, зеркала, все присутствует, вы абсолютно правы. И все сразу одновременно? Да, конечно, все сразу. Скажите, сколько в вашем репертуаре, кроме колец, вот еще существует номеров? Честно, ну, я не считал, как, ну, все время что-то добавляется новое, что-то старое уходит, либо модернизируется. И, как бы, ну, примерно, я думаю, если весь репертуар почитать на данный момент, то там будет около, ну, трюков, наверное, 50 в различных жанрах и так далее. Просто здорово. Так, хорошо, Владислав, а у вас, вот, на чем вы специализируетесь, ваше направление? Вы все-таки самый старший в этой команде. Ну, получилось так, да. Я просто позже ребят начал заниматься. Я просто немного в другом направлении работаю, и у меня немножко меньше трюков, потому что я больше работаю на сцене. Вот, ну, и также практикую такой жанр, как металлизм. Так. То есть парни больше работают... А что такое металлизм, поизвините? Да, металлизм – это жанр, который чтение мыслей, предсказывание. О-о-о, здорово. То есть такое вот, основанное на психологии в основном, на своих качествах. То есть я так понимаю, что фокусник в любом случае должен обладать какими-то качествами, ну, наверное, прежде всего психолога, да? Ну, несомненно, да, потому что и со зрителем в интерактиве надо вести беседу и как-то донести до него то, что ты хочешь. Ну, и в нужный момент, конечно, запутаться. Скажите, а вас пугают такие зрители? Ну, как мне кажется, есть две категории. Первый, которые удивляются, которые смотрят с восхищением. Вторая категория, которая так, сейчас я разгадаю секрет фокуса. Пугают такие люди? Вдруг действительно разгадают? Скептики, ну, знаете, скептики, они очень часто встречаются на выступлениях, где-то, когда на улице фокусы показываешь. Но этих людей очень легко как бы обмануть все равно. Да, им надо показать несколько трюков. Отвлекающих. И тогда они, просто их сомнения напрочь отпадут. И даже самый ярый скептик поверит в чудеса. Начинают верить. Да. А вы знаете, вот понятно, у вас, оказывается, существует целая команда. У нас целых семь фокусников на весь Витебск, на город Витебск. А где вас можно увидеть за работой? А где вы встречаетесь, где вы проводите какие-то свои мероприятия? На улицах, в кафе. Ну, то есть, обычная уличная магия, как вот называют ее. А, то есть, вы выходите на улицу. Ну, конкретно, вот в ближайшее время потеплеет. И где вы будете, где вы собираетесь, в каком районе города? В районе центра, наверное, чаще всего нас можно встретить. Ну, да, где более, больше скоплений молодежи. Людно. То есть, это на площади Победы, да, вот в этот район? Да, в этом районе. В этом районе. Я знаю, что у вас очень интересный номер, Владислав, и вы должны подготовиться к нему. Вот. И пока вы будете готовиться к номеру, я хочу передать слово своему коллеге, потому что у нас пришло время рассказать о, скажем, наверное, самой важной рубрике, части рубрики, которая есть в нашей программе. Это программа о бездомных или беспризорных животных. Да, сейчас расскажу и познакомлю наших телезрителей с очередной участницей, внимание, нашей рубрики, которую мы делаем совместно с приютом для бездомных животных. Возможно, случится чудо, случится магия, и Нюша, так зовут эту замечательную собачку, найдет свой дом. Покажите нам, пожалуйста, видео. История, конечно, умалчивает обстоятельства, при которых собака получила такую кличку. Нужно сказать, что Нюшу привели в приют далеко не безразличные люди. И, как оказалось, собака умеет быть благодарной тем, кто ей помогает. Она очень послушная, знает основные команды. А еще Нюша молодая и очень подвижная собака. Легко находит контакт с любыми животными, любит гулять и играть. Собака полностью здорова, привита, готова стать самой настоящей любимицей для новых хозяев. Обрести доброго, верного друга очень просто. Свяжитесь с приютом по телефону, который вы видите на экране, либо напишите в группу ВКонтакте «Витебск. Приют для бездомных животных». Мы будем продолжать рассказывать о подопечных Витебского приюта и в последующих выпусках. Ну, а у нас уже вот готов номер, следующий номер, и прямо сейчас мы его увидим. Итак, Владислав, пожалуйста, вам пару минут нашего эфира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но еще я должен назвать имена победителей розыгрыша, которые мы объявили в начале эфира. Это Александр Андриенко и Вячеслав Борисенко. Вы получаете билеты на полночное зяние, все фильмы завтра и послезавтра в кинотеатре «Мира», который проходит в рамках этого фестиваля, вы сможете посмотреть. Вот, на этом мы с вами прощаемся, но для начала я должен сказать, что прямо сейчас будет еще один сюрприз. Я называю этот номер «Елена Освобожденная». Все внимание на экран. Пока, увидимся. Мы представляем вашему вниманию жанр эскейп. Это наука побега, которую придумал известный иллюзионист Гарри Гудини. А последователем является Елена Пастернак. Елена Пастернак Елена Пастернак Елена Пастернак Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...